Маленькое море Вода хлестала из колодца рядом с перекрестком Кедрово, 70 лет октября. Аварийная бригада рассказывает, они приехали к 8 утра. Хотя, например, эту картинку мы сняли в 9.30. Остановился поток только после того, как мастера начали откачивать воду из колодца. В результате аварии несколько домов остались без воды. Холодной нету. Холодной нету. А когда отключили, здравствуйте? Не знаю, сегодня утром. Нами организован подвоз воды в те многоквартирные дома, в которые сейчас вода отключена. Ремонтные бригады будут работать до устранения аварии и последствия этой аварии. В наших планах в течение 12 часов аварию даны устранить. Потери, которые при авариях происходят, все ложатся на финансовую сторону предприятия. В начале мастера горводоканала говорил, на Кедрово лопнул пожарный гидрант. А когда залезли внутрь, изучили ситуацию, оказалась проблема в другом. Пока воду перекрыли, предполагали, что как его колодцы, пожарный гидрант, возможно, как его не пожарный гидрант. Возможно, наверное, линия основная. Но непонятно, что сейчас хоть и чистим колодец, будем выяснять причину. Но, возможно, как его основная за колодцем рвануло. На 13 часов установлено, что это неисправность запорной арматуры и это также не замерзание пожарного гидранта. Скорее всего, это подвижки грунта при вот этих низких температурах, которые у нас устоялись последние две недели. Примерзание грунтов и слом трубы. Труба чугунная, 200-миллиметрового диаметра. То есть, либо слом трубы, либо выход трубы из раструба. Замена труб, конечно, минимизирует количество аварий. Всего в Котласе порядка 130 километров водопроводных труб. По словам Александра Ерофеевского, почти половина километров 70 требует замены. В общей сложности на это потребуется почти 350 миллионов рублей. Есть к чему стремиться. Елена Кермич, Александр Гаврилова, Олег Сивачек. Кот-Ньюс.